26 марта состоялось открытие 18-го Благовещенского православного педагогического форума. Форум собрал около 350 учителей со всего Краснодарского края, которые преподают основы православной культуры, историю, русский язык и литературу. Форум ежегодно проходит при участии духовенства в Метрополии. В этом году тема посвящена Году Семьи. Работу пленарного заседания открыл митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. В своем приветственном слове и на путстве с собравшимся учителям Владыка Василий призвал умножить совместные труды, воспитание молодежи и применять опыт Русской православной церкви в решении воспитательных проблем. У нас сегодня такое время, что сегодня даже некогда уже строить школы, уже нужно, чтобы они вовсю работали. Нам нужно сегодня формировать костяк общества, который не даст этому обществу развалиться окончательно. Поэтому нужны специализированные школы сегодня, как воздух. Заместитель министра образования, напомнив о уже имеющихся достижениях и наработках в области духовно-нравственной работы, пожелала учителям плодотворных трудов на форуме. В ходе выступлений были обозначены вопросы воспитания, работы с детьми и молодежью, поиск ответов на современные вызовы. От цифровизации и ее опасности использования в школьной среде выступил председатель комиссии по защите детей от деструктивного и опасного контента Общественного совета при Роскомнадзоре Андрей Борисович Цыганов. Единственным камертоном, к которому должно обращаться и государство, и все мы, родители, педагоги, является Святая Христова Церковь. Поэтому нам с вами нужно не бояться, нужно перехватывать инициативу, нужно не бояться отстаивать права и своих, и свои права, и своих детей. И стараться, опираться всегда и на учения, и на отцов нашей Святой Православной Церкви. К теме современности молодежи в своем выступлении обратился первый проректор Кубанского государственного университета Тимыра Течевич-Хагуров. Сейчас в каждой школе должен существовать военно-патриотический клуб, который бы в себя включал и политзанятия, еще раз, бокс, самбо, ГТО, готовность к труду и обороне, спортивное ориентирование, турпоходы и все прочее. Задача, чтобы эти клубы возглавляли мужчины. Желательно, чтобы это были бывшие офицеры, сохранившие в адекватности психику и получившие, может быть, специальное дополнительное образование педагогическое. Но у нас острая нехватка мужчин в воспитании. Вот вернуть это воспитание силы, это такая для нас, для всех актуальная задача. В завершении бренарной части митрополит Василий ответил на вопросы учителей, которые касались темы семьи, воспитания детей, а также духовной жизни. Пожелаем нашим учителям вдохнуть не только веру, но и понимание того, что надо воспитывать будущих патриотов своей страны.